мне бабушка еще рассказывал как они в детстве держали пчел в колодах как они их там доставали у меня все время текли слюньки и любил мед в начале двухтысячных мне подарили улик один с пчелами знаю мою любовь к пчелам ну вот в принципе с этого улика и началась история моего пчеловождения проработав с пчелами на лет десять начал задумываться о том что просто пчеловодство как пчеловодство для меня не очень интересно хотелось чего-то крупного и занимаясь пчелами и работая с фондом проходя всякие обучалки я стал понимать что надо пчелами заниматься более как бизнес у нас на сегодня на славянской торговой компании числится 250 пчел семьи ну примерно это где-то 15-20 тонн меда туристы соответственно пробуют нравится мед звонит да довольно таки часто звонит обращаются и и кемерово красноярск с омска с новосибирска у нас очень сильно просили продажи потому что были локдаун ты жесткие и по сути принципе продажи нулевые в них стали у нас тот формат который был отдел продаж практически мы полностью сократили да на производстве это не отразилось никак как мы производили так производим фонд помог выйти на по и торговый тип площадке marketplace мы выходили пробные делали продажи очень хорошо как бы методом на продажах на маркетплейсе у нас пошло в метод бизнес будет такого формата проект алтай пчелопром будет работать где основная масса к нам прикнувшись людей кто с нами будет работать пчеловоды в составе вот этого проекта будем производить порядка 80 процентов продукции пчелопродукции алтайского края пчеловодство это не профессия это образ жизни то есть я сплю я встаю я каждый день зимой и летом здесь и нельзя сказать вот как я допустим люди работают где-то на заводе или на чем он поработал это работа это дом у меня такого нету я 24 на 7 живу пчеловодством пчеловодство это и сердце надо не просто любить там чего или еще что-то этим надо жить пчеловодство это и сына это и штука и и и Продолжение следует...